Часть противоракетной обороны Москвы подверглась налету беспилотников, да, вот части, воинские части, где средоточены силы противоракетной обороны, изучались они какими-то беспилотниками, причем гражданскими, потому что на этих бледно-красные сигналы были, ну, то есть это кто-то из партизан. Я еще раз для наших партизан хочу сказать, уже говорили, что глазки вот эти вы или убираете, закрашиваете или залепляете, да, самый лучший вариант убирать, наверное, не нужно, потому что там вас если примут с этим и будут выкручены эти глазки, будут большие проблемы. Вы берите много-много слоев изоленты, много так вырезать, приклеивать, там не будет видно, и она, кроме всего прочего, легкая. Так что, ну, в любом случае, не надо запускать, ну, и даже здесь ничего не случилось. Представляете, прилетел, обозначенный бело-красными сигнальными огнями беспилотник, начудил, напугал их там до потери сознания, они думали, он гранату будет кидать, обосрались, вызвали полицию. Можете себе представить, армия, армия Хредова, вызвали полицию, те поехали куда-то в лесопосадки рядом, пытались там кого-то найти, но никого там не нашли, в общем-то. Ни следов не нашли, пишут, ни операторов. И в Москве началась массированная вырубка под различные системы ПВО, то есть вот на Лосином острове это не остановилось, да, то есть какие-то музей-заповедник колодки. Ломенское в печатниках, да, 100 гектаров леса вырубили, офигеть, ну, и так далее. То есть нас интересуют эти объекты, так что если вы их видите, да, знаете, присылайте фотки и так далее. Потому что нам 9 мая нужно знать, кого троллить. И вот 21-летнему сотруднику Яндекс.Еды из Тюмени дали 3 года по делу о попытке уехать воевать за Украину. Ну, в Белгородской области его переговорили. Собственно, его туда и выманили, ФСБшники. Да, приезжай, сейчас поможем границу перейти и так далее. Не надо на такие вещи вестись. Не попадайтесь на их уловки ни в коем случае. Если вы что-то делаете, делайте это самостоятельно. Не нужны вам никакие помощники. Если вы хотите с кем-то проконсультироваться, ну, проконсультируйтесь с нами в конце концов. Ну, ни в коем случае не надо там каких-то выискивать, да, которые называются там из СБУ, а не там из каких-то корпусов. Они не надо, ни в коем случае. И ФСБ заявили, что сдержали Белгородской области, когда он якобы пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях. Ну, видите, Кремль пообещал продолжить войну, несмотря на рекордные потери. Ну, вот по западным оценкам 200 тысяч человек. Я думаю, это справедливые оценки. Я думаю, что он, наверное, даже больше. Они пишут, что убитыми и ранеными. Убитыми и ранеными гораздо больше. Я думаю, что только убитыми под 200 тысяч. А уж с ранеными там, я думаю, что под 500. Поэтому, ну, разные вариации, конечно, ранений. Но, судя по всему, ну, может быть, и раненых меньше, чем убитых, потому что санитарная служба у Путина вообще не работает. То есть, считается, что когда не работает санитарная служба, да, ну, вернее, не работает, работает очень плохо, то соотношение убитых и раненых один как нам. Там, это когда санитарная служба работает плохо. А когда она не работает, как у Путина, ну, значит, оно будет еще ниже. Просто при хорошей санитарной службе соотношение убитых к раненым один к пяти, один к семи. Вот такой, ну, как в Израиле, да, там, один к семи. Ну, один к пяти, да. Там рассказывают, что это, потому что там пули какие-то не такие еще, поэтому у них так мало убитых. Блядь, ну, прекратить. Какие пули. Просто санитарная служба работает, просто заботится о людях. Вот и все. ЧВК Вагнер открыл вербовочные пункты в школах, пишут, да, все. То есть, в Омске издание «Тайга» обнаружило клуб десантника, открытый наемниками, прямо в здании гимназии 147. Ну, представьте, они там директору школы говорят, нам нужно помещение. Чем будет залупаться? От Вагнера пришли. Поэтому я партизанам говорю, вы тоже можете пользоваться тем же сам. Рассказывать о том, что вы от Пригожина, от Вагнера и все, что угодно. Можно совершенно. Они не будут проверять. Они не знают, как проверить. Калашников начал серийные поставки модульного пистолета «Лебедева». Да, серийный. Я посмотрел, что это за пистолет «Лебедева», честно говоря, обалдел. Обычный железяк, обычный пистолет. В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульный пистолет. Говорит, вот вы мне скажите, общевание еще не могут придумать. Как был пистолет, очень похожий на ЧЗ, который делали 100 лет назад. Ну, может быть, не 180. Нет, 100. Какой 80? 100 лет назад такие пистолеты сделали. Вот он сделал от «Лебедева» и «Гордица» и так далее. Я не понимаю. А что они новые, ничего не придумают? Вот я никакой не специалист, не механик, я вот эту новость получил за час до эфира. И за минуту я придумал, чтобы я сделал стартап. Те, кто занимается оружием, пожалуйста, вам стартап. Самонаводящийся пистолет сделать, как два пальца об асфальт. В чем проблема? Проблема в том, что у человека трясется рука, у человека неверный глаз и так далее. В этом главная проблема. А поэтому, что сейчас проще? Селфи-палка с стабилизатором есть? Почему же не сделать рукоятку, такую же селфи-палку, которая бы с такими же стабилизаторами, гироскопами... Я не знаю, как она устроена, но куда бы ты ни наводила, она туда показывает. Да? А почему пистолет нельзя сделать? Почему нельзя сделать прицел пистолета в виде видоискателя? Если в фотокамере, в видеокамере это есть, он сразу обнаруживает лицо и раз квадратик показывает. Почему он не может обнаруживать это же лицо и тебе останется только нажать на курок. Он обнаруживает. Пип! Так, все. Годен. Пип! Годен. Ничего не надо. Пистолет, конечно, в современных условиях, ну, там, такое оружие не очень сильное, мягко говоря. Но они его не хотят модернизировать. Сделали пистолет столетней давности и гардерц. Ну, я вот сейчас посижу так два часа и придумаю, блядь, для пистолета миллиард стартапов. Почему не могут, я не знаю. Причем не только этих калашников. Блядь, не американцы. Новое оружие нового нет. Того, который был бы принципиально новым. Блядь, просто. Вот и оборачивайся, странно, и они делают такой. А прицелу пистолет не могут такой сделать. Что ж проще-то? К шарикам может подвешать лазерные указки, будет весело. Охеренная мысль. Вы гений, Иван Чай, просто гений. Вот у нас, черт вы, гений бывает. Это же гениально. На самом деле, представляете, там крутится, и все это будет, там такое устраивать, такой рок-н-ролл. Если таких шариков там сотни, да, а лучше тысячи, то там вздернутся все путинские. Они не будут знать, где настоящий снайпер целится, а где эта указка там гуляет. Это очень здорово. Пять баллов. Пять баллов, реально. Пять баллов. 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 Продолжение следует...